МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА План Уран. Как он был придуман? Элидов расчертил массу карт, показывающих, как будет идти наступление германских войск, в какие сроки, где все это должно происходить. Так что подробные сведения были переданы нашим военным товарищам. Сталинградская битва. Кто контролировал город? Это действительно правда. То, что вермахт владел более 90% территории Сталинграда. На многих участках города вермахт уже действительно стоял на берегу Волги. Мало кто знает, что уже в начале ноября 1942 года советское командование стало понимать, что наступление немецких войск на Сталинград полностью себя исчерпало. Войска вермахта уже не имели той мощи и были изрядно потрепаны в боях с Красной армией. Именно по этой причине к городу Сталина начали стекаться боевые резервы для того, чтобы провести контрнаступательную операцию. Но откуда они взялись? Как утверждают архивные документы, резервы удалось скрытно накопить на северной и южной окраинах Сталинграда. То, что Сталинграду суждено стать верденом Второй мировой войны, как его часто называли в зарубежной стереографии, было очевидно всем военачальникам, у которых были на руках реальные цифры количество задействованных войск и боевой техники. 11 ноября 1942 года войска вермахта в составе пяти дивизий под командованием Фридриха Паулюса предприняли последнюю попытку решительного штурма. Важно отметить следующий факт. Это наступление было очень близко к победе германских войск. Практически на всех участках фронта немцам удалось продвинуться до таких рубежей, что до Волги оставалось не более ста метров. Но советские войска сумели сдержать натиск войск вермахта и СС. И уже к середине следующего дня стало понятно, что наступление немцев себя исчерпало. Самое важное во время войны — это, конечно, обеспечение войск и доставка боеприпасов. Этого немцы сделать не смогли, потому что были очень большие расстояния, и снабжения не хватало для того, чтобы сделать дополнительные резервы. И это показал дальнейший ход событий летом 1942 года. Потому что мы видим, что для поддержания снабжения оккупационных войск не хватало ни боеприпасов, ни продовольствия. Ставку Верховного Главнокомандования и Генштаб в сентябре-ноябре 1942 года разработали план стратегического контрнаступления советских войск под Сталинград. Но есть одно «но». До сих пор абсолютно неизвестно, кто является автором контура наступательной операции под Сталинград. Доподлинно известно лишь то, что карта перехода советских войск в наступление существовала в единственном экземпляре. Насколько мне известно, там и Шапочников принимал участие. Да, часть планировал Рокоссовский, что-то планировалось самим Жуковым непосредственно, но полностью все объединено. Это было буквально вот за несколько дней. По сути дела, вот полный весь план знал только Сталин, ну и Шапочников. Вот эти два человека знали все от и до. Примечательным является тот факт, что буквально за две недели до начала наступления советских войск почтовая связь между семьями и бойцами была полностью останавливана. Да, советский генштаб разрабатывал операцию по контрнаступлению. Не только разрабатывал, он проводил подготовку операции в условиях строжайшей секретности. То есть переброска войск шла в ночное время суток. Все это делалось секретно, чтобы немцы не могли заранее узнать и сосредоточить войска. Но и это еще не все. Мало кто знает, что о том, какими будут направления ударов немецких войск под Сталинградом в 1942-м, советское командование знало еще в 1940-м году. Ключевую роль в предоставлении такой информации сыграл русский белогвардеец, активный участник борьбы против советской власти в годы Гражданской войны и агент германской разведки граф Александр Нелидов. Это очень интересная личность сама по себе. Это квалифицированный военный офицер царской армии, артиллерист сам. Он был привлечен немцами, когда появился на территории Германии. До этого он работал на английскую разведку. Тут он начал работу с немцами. Его привлекли для работы. И имел отношение к этим военным играм, которые проводились в германском генеральном штабе. В ходе этих военных игр получалось, что если в течение первых трех-четырех недель основные силы Красной Армии не будут разгромлены и не будет взята Москва и Ленинград, не будут остановлены немецкие войска на Волге, война считается проигранной. Как рассказывал создатель диверсионной разведки СССР Павел Судоплатов, об этой информации было доложено Сталину. И по его указанию с этими материалами были ознакомлены начальник оперативного управления генерального штаба Василевский и начальник разведывательного управления наркомата обороны Голиков. Им была даже предоставлена возможность, они сами произвели допрос этого Нелидова. Я только просил их, чтобы они приехали в штатском, и в штатском, чтобы они в таком плане и разговаривали с Нелидовым. И Нелидов расчертил массу карт, показывающей, как будет идти наступление германских войск, в какие сроки, где все это должно происходить. Так что подробные сведения были переданы нашим военным товарищам. 13 ноября 1942 года план под кодовым названием «Уран» был утвержден ставкой под председательством Иосифа Сталина. Но почему план контрнаступления под Сталинградом назвали именем седьмой по удаленности от Солнца планеты? Правящий знак России – это Водолей. Это было известно и сто лет назад. Ну, про это писали в соответствующей литературе. Две правящие планеты у Водолея – Уран и Сатурн. Вот кто два важнейших этапа Сталинградской битвы назвал правящими планетами, имеющими особое значение для нашей страны, мне очень интересно. Я, кстати, довольно много литературы перелопатил на эту тему. Я так и не выяснил, не смог узнать, кто придумал. Но это как-то очень не похоже на Жукова. Он мало интересовался тем, что там, в небесах. По плану контрнаступления Уран, Юго-Западный фронт под командованием Николая Ватутина получил задачу нанести глубокие удары по силам противника с плацдармов на правом берегу Дона из районов Серафимовича и Клецкой. Группировка Сталинградского фронта под началом Андрея Еременко наступала из района Сарпинских озер. Наступательные группировки обоих фронтов должны были встретиться в районе Калача и взять основные силы неприятеля под Сталинградом в кольцо окружения. Одновременно войска этих фронтов создавали кольцо внешнего окружения, чтобы не дать вермахту деблокировать Сталинградскую группировку ударами извне. Донской фронт под руководством Константина Рокоссовского наносил два вспомогательных удара. Первый из района Клецкой на юго-восток, второй из района Качаринского вдоль левого берега реки Дон на юг. У Калача произошло соединение фронтов с севера и с юга для того, чтобы окружить 6-ю армию Фридриха Паулюса. На участках главных ударов РКК было создано двукратное превосходство в живой силе и пятикратное превосходство в артиллерии и танках. За счет строжайшей секретности разработки плана и скрытности сосредоточения войск Красной Армии была обеспечена стратегическая внезапность контрнаступления. Это кажется невероятным, но во время оборонительных боев в Сталинграде Ставка смогла создать значительный резерв, который можно было бросить в наступлении на Волге. Вот цифры. Численность войск на Сталинградском направлении составила более миллиона советских бойцов, более 15 тысяч орудий и минометов, полторы тысячи танков и САУ, почти полторы тысячи самолетов. Слабостью этой мощной группировки советских войск было то, что около 60% личного состава войск было молодое пополнение, не имевшее боевого опыта. Советское командование провело операцию прикрытия, то есть операцию по дезинформации противника. Да, это тоже было проведено, были замедлены все меры и маскировки, и секретности, и опять-таки молчание в радиоэфире. То есть было использовано все, и было использовано очень эффективно. Немцы полностью не ожидали этого контрнаступления. Если бы они его ожидали, то там, возможно, были бы какие-то варианты, возможно, тогда бы немецкая группировка не была окружена. 19 ноября 1942 года в 6 часов 30 минут утра началась мощная артиллерийская подготовка. После этого советские войска перешли в наступление. Так началась известная операция «Уран». И здесь важно отметить, что такое развитие событий было полностью неожиданным для немцев. Мы позже все эти радиоигры, кроме монастыря и Березино, передали все в военную контрразведку. Мы уже начали готовиться к другим задачам. Задачам диверсии и разведки. Мало кто знает, что к этому моменту 90% территории Сталинграда находилось под контролем войск Фридриха Паулюса. Советские войска контролировали лишь 10% города, которые примыкали к Волге. Это действительно правда. То, что вермахт владел более 90% территории Сталинграда. На многих участках города вермахт уже действительно стоял на берегу Волги и, в принципе, было достаточно заблокировать этот важнейший участок снабжения. Но, тем не менее, Красная Армия все равно еще владела очень важными опорными пунктами Сталинграда. Город Сталина. Кто воевал против Красной Армии? Было большое количество румынских войск. Были итальянские и венгерские части. И в дальнейшем это было, конечно, очень удобно для вермахта. Потому что можно было валить вину за поражение на своих союзников. Контр наступление вермахта. Кто помешал немецким танкам? Даже хоть такая легенда, что армия стояла где-то на позициях, в поле, и там полевые мышки перегрызли электрику в танках. Но какие силы вермахта противостояли Красной Армии? Немецкие 6-я полевая армия Фридриха Паульса, 4-я танковая армия Германа Готта, румынские 3-я и 4-я армии группы армии Б, Максимилианов фон Вайеса, которые насчитывали более миллиона солдат и офицеров, более 10 тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, более тысячи боевых самолетов. Наиболее боеспособные немецкие части находились непосредственно в районе Сталинграда, участвуя в штурме города. Фланги группировки прикрывали более слабой духом румынские и итальянские дивизии. Именно по этой причине линия обороны на немецких флангах не имела достаточной глубины и резервы. Было большое количество румынских войск, были итальянские и венгерские части, и в дальнейшем это было, конечно, очень удобно для вермахта, потому что они могли валить вину за поражение на своих союзников. Потому что всем понятно, что они не были настолько боеспособны, как части вермахта. И поэтому Гитлер и обвинил их. В принципе, наступление Красной Армии достигло первого успеха. И именно союзники оказались виноватыми в том, что вермахт потерпел сокрушительное поражение. Только через сутки советское контрнаступление в районе Сталинграда станет для немцев полной неожиданностью. А утром 19 ноября 1942-го немецкое командование было уверено, что все основные силы Красной Армии связаны тяжелыми боями, обескровлены и не имеют сил и материальных средств для столь масштабного удара по войскам Третьего Рейха. Командование вермахта было уверено в том, что советские войска были не в состоянии начать наступление на позиции немецких войск. И Паулюс был убежден в этом. Но, кстати, справедливости ради, надо сказать, что он с самого начала был против наступления на Сталинград. К концу первого дня контрнаступления соединения Юго-Западного фронта на разных участках продвинулись от 25 до 35 километров. Более того, они смяли оборону Третьей румынской армии сразу на двух участках. Юго-западнее Серафимовича и в районе Клецкой. И это привело к фактическому уничтожению Третьей румынской армии. А ее остатки охвачены с флангами. На Донском фронте ситуация была тяжелее. Наступающая 65-я армия Батова встретила яростное сопротивление противника. К концу дня продвинулась только на 4 километра и не смогла прорвать даже первую линию обороны противника. В принципе, ведь предполагалось не просто окружение Сталинградской группировки противника, а цель, которая была поставлена перед советскими войсками, она не была выполнена. Эта цель была фактически в уничтожении всего южного фланга германских войск. То есть, не только было разгромить 6-ю армию, предполагалось далее ударом отрезать и фактически блокировать всю южную группировку, которая рвалась на Кавказ немецкую. Мало кто знает, что генерал Фридрих Паулюс позже писал в своих мемуарах о том, что утром 19 ноября немецкий штаб был уверен, что наступление Красной Армии носит исключительно тактический характер. И только к вечеру он осознал, что вся его армия находится под угрозой окружения. Они знали, что борются из последних сил, и Красная Армия не может действовать по-другому, потому что понесла огромные потери. Откуда они возьмут дополнительные силы? Это были, в принципе, два фактора. Первый — это мастерство советской разведки и контрразведки, чтобы отвлечь немецкие разведывательные силы. И второй — это действительно недооценка возможностей Красной Армии. Ответная реакция была молниеностной. Был отдан приказ 48-му танковому корпусу, который находился в немецком резерве, немедленно выдвинуться в бой. Но этого не произошло. Но почему? Историки говорят о том, что позднее вступление 48-й армии в бой было связано с тем, что полевые мыши перегрызли в танках провода. И пока их ремонтировали, драгоценное время было потеряно. Вот такая легенда, что армия стояла где-то на позициях в поле, и там полевые мышки перегрызли электрику в танках. Но насколько это правда, я не знаю. Некоторые говорят, что это было придумано специально, чтобы Паулис мог оправдаться перед Гитлером. Но факт заключается в том, что когда они действительно пустили танковую армию в ход, было уже поздно. 20 ноября 1942 года на юге Сталинградского фронта началось масштабное наступление. Передний край обороны вермахта был практически полностью уничтожен благодаря мощному артиллерийскому удару. Однако в глубине обороны войска генерала Еременко встретили страшное сопротивление. Но уже через три дня в районе города Калач впервые в истории Великой Отечественной войны была окружена немецкая группировка войск. Мало кто знает, что в окружение попало порядка 320 тысяч солдат противника. В дальнейшем, в течение нескольких дней удалось полностью окружить всю немецкую группировку, находившуюся в районе Сталинграда. Изначально предполагалось, что в окружение попало около 90 тысяч немцев. Однако скоро стало очевидно, что это число несоизмеримо больше. Это действительно так. Для командования советских войск было очень неожиданно, что так много немецких солдат оказались в окружении. Перед рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером стояла важная задача. Нужно было определить, что делать с армией. Оставлять ее в окружении советских войск или предпринять попытки вырваться из него. В это время рейхсминистр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеев всячески заверял Гитлера, что может с легкостью обеспечивать войска, которые находятся в Сталинградском окружении, всем необходимым посредством авиации. Гитлер только и ждал того послания, поскольку еще верил, что Сталинградская битва может быть выиграна. Гитлер еще надеялся, что бои в Сталинграде закончатся окончательно и благоприятно для вермахта. И поэтому он принял решение, что после успешного завершения Сталинградской битвы стать начальником штаба. Этот факт показывает, что у фюрера еще были надежды на благополучный исход сражения. Шестая армия генерала Пауэллса была вынуждена занять круговую оборону. Фактически это и решило исход сражения. Ведь главные козыри немецкой армии были в наступлении, а не в обороне. Тем не менее, немецкая группировка была очень сильна. Но неожиданно выяснилось, что обещание Альберта Шпеера об оснащении 6-й армии всем необходимым было просто невыполнимо. Обеспечить боеприпасы, топливо, продовольствия вермахт уже полностью не мог. В конце, даже уже не в конце, а в середине ноября выдавалось 3-4 банки тушенки на взвод на сутки. То есть, 30 человек, 3-4 банки. Захватить сходу позиции 6-й немецкой армии, находившейся в обороне, оказалось невозможно. Советское командование осознало, что предстоит долгий и тяжелый штурм. Более того, в начале декабря стало очевидно, что в окружение попало огромное количество войск, которые потенциально обладают колоссальной силой. Победить в такой ситуации можно было только за счет привлечения не меньшей силы. В начале декабря 1942 года немецкое командование создало группу армии Дон. Командовать этой армией доверили гению танковых войск Эриху фон Манштейн. Задача у армии была очень простой. Пробиться к войскам Паулюса, которые находились в окружении, и помочь им выйти из котла. 13 танковых дивизий двинулись к войскам Паулюса на помощь. Тем более, что 6-я армия испытывала острый недостаток провизии и боеприпасов. Операция, которая получила название «Зимняя гроза», началась 12 декабря 1942 года. Дополнительной задачей группы армии Дон была защита Ростова-на-Дону. Падение этого города говорило бы о полном и решительном провале на всем Южном фронте. Первые 4 дня это наступление немецких войск проходило достаточно успешно. Группа армии Дон во главе с Эрихом фон Манштейном, у него формируется танковый кулак с Германом Готом и начинается и наносится удар, который проломит советскую оборону, будет установлен коридор, а вот потом, уже исходя из обстановки, либо войска из Котла будут при поддержке артиллерии, то есть они спокойно снимутся и спокойно выйдут без вот этих потерь. Либо же будет продолжена борьба, расширен коридор, ну, далее по возможности. Голодный вермахт. Кто подкармливал солдат Третьего Рейха? От два вот этих вещмешка, набитых продуктами, мы их, говорит, практически спрятали. Советские мыши. Чем заболел вермахт? При недоедании, при морозах, тулеремия, конечно, убивает. Не хуже ножа. И вот тысячи итальянских трупов и немцев тоже, скошенных тулеремии, они производили очень сильное впечатление. Об этом не принято говорить, но немецкую армию охватил тотальный голод. Солдатам выдавались три банки консервов на взвод на три дня. По воспоминаниям одного из солдат вермахта, когда третья банка закончилась и уже третий сутки бойцы армии Павлеса питались горячей талой водой, пришел приказ взять языка. Он говорит, вот я, со мной четыре бойца, значит, вышли ночью в тыл советской армии, но получилось так, что они попали на боевое охранение. В этом боевом охранении было всего два советских солдата. Они вдвоем скрутили их пятерых и притащили в блиндаж. Когда он, как раз сказал, нас втащили в блиндаж, в этот момент два советских офицера и несколько бойцов Красной армии ужинали. И мы, когда нас втащили, мы стояли, смотрели, как они едят, мы не могли оторвать глаз просто от еды. В этот момент поднялся советский офицер, майор. Подошел, посмотрел солдату в глаза и затем проследил за его взглядом. И понял, что боец смотрит на еду. Офицер сказал что-то советскому солдату. Боец убежал и через несколько минут пленным солдатам вермахта принесли по миске пшенной каши с мясом. Как он говорил, я на тот момент мне казалось, что это самая вкусная каша, которую я когда-либо ел в своей жизни. А дальше стали происходить и вовсе непонятные солдатам вермахта вещи. Майор поднялся и вышел. Через 20 минут вернулся с двумя солдатами, которые несли два вещь-мешка набитых консервами. И офицер сказал буквально следующее. «Знаешь, я вот вас двоих отпущу, тебя и еще одного». Два вот этих вещь-мешка набитых продуктами мы практически спрятали. Почему? Потому что жандармерия, подразделения СС, они практически устраивали обыски в подразделениях вермахта в поиске продуктов. И все, что находилось, оно все изымалось. Поэтому мы их вынуждены были спрятать и вот благодаря вот этим продуктам, которые нам дала Красная Армия, мы практически продержались месяц. Мало кто знает, что есть и более жуткие факты годов. Как свидетельствуют архивные документы, среди солдат вермахта началась полная деградация. Они ползали по дорогам, по канавам, где искали полуразложившиеся туши убитых лошадей. Из этих тушь бойцы вырезали куски мяса и готовили. Но и это еще не все. По рассказам очевидцев тех давних событий, доходило и до открытого каннибализма. У погибших солдат вырезались непораженные гнилью части тела, которые готовились и съедались. полевой полевой жандармей и подразделения ВАФН СС, которые получше снабжались, им была поставлена задача прекратить любой ценой. Но прекратить этого не удавалось. То есть бесполезно все это было. То есть голод был сильней. И это даже расстрелы, чувство голода остановить не могли. Но кроме тотального голода, подразделение вермахта поджидало еще одно напастье. Мыши полевки. Именно они в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом распространили малоизвестную европейцам заразу под названием туляремия. Но что это за болезнь? Как говорят энциклопедии, туляремия это эндемическое типичное для некоторых областей России заболевание, которое переносится различными грызунами. Например, мышами-полевками и передается через их выделение человек. Основные симптомы этого заболевания общая интоксикация организма, лихорадка, поражение лимфатических узлов. Этот факт был неизвестен без малого 75 лет. информация об этой истории просочилась из военных архивов лишь недавно. Незадолго до наступления под Сталинградом в ставке Верховного Главнокомандования РКК появились микробиологи и доложили следующее. Говорит, Сталин, насколько мы понимаем, под Сталинградом скоро будет большое контур наступление. Дальше, сказал Сталин, мы предлагаем, насколько мы понимаем, сказали они, оно планируется на лето. Да, допустим. Дальше. Мы предлагаем вам это контрнаступление перенести с лета на осень. А еще лучше вообще на начало зимы. Почему? И микробиологи начали выкладывать карты на стол. Советские ученые объяснили, что поскольку немцы подошли к Сталинграду еще до того, как успели убрать урожай, то количество мышей полевых должно резко вырастить. После того, как ударят морозы и начнется похолодание, мыши в гигантских количествах побегут в теплые помещения, в амбары, в сараи и другие постройки, где контакт человека с мышами будет низкий. А мыши это природный резервуар тулеремии, геморрагические лихорадки и других инфекционных заболеваний. Сталин спросил, ну и что? А что такого в этой тулеремии? Что немцы про нее не знают, что ли? Выяснилось, что не знают. Что у немцев всего лишь отслежена одна статья про тулеремию, в каком-то научном, микробиологическом или даже медицинском журнале начала 20 века, которую написал, по-моему, какой-то немецкий медик, эпидемиолог, который жил здесь, работал. И тоже из рубрики типа «это интересно», потому что этой болезни, болезни, они бывают тоже, знаете, патриотами. Вот. А Сталин спросил, а нам-то это не повредит? Они сказали, что нет, нам это не повредит, потому что, во-первых, тулеремии передаются от человека в человек. Во-вторых, оказалось, что у русского человека в организме на генетическом уровне присутствуют штаммы, своего рода врожденный иммунитет против этого вируса. Но и это еще не все. Советские микробиологи разработали вакцину против тулеремии. Под стенами горящего Сталинграда сражались солдаты из разных регионов Советского Союза. И всех бойцов, которые принимали участие в контрнаступлении Красной Армии, массово вакцинировали, чтобы избежать заражения этим вирусом. По историческим свидетельствам, когда советские войска пошли на взлом немецкой обороны, то бойцы описывали странные вещи, которые происходили в траншеях немецких войск и их союзов. Итальянцы валялись в повалку штабелями, сраженные непонятной болезнью. Выжившие союзники вермахта вспоминали, что их косила какая-то неизвестная им форма тифа, и при этом перечисляли симптомы тулеремии. Тулеремия сама по себе не смертельна, хотя это очень неприятная болезнь. Там температура под 40, ну, как при Тифе это часто бывает, даже выше. Человек полностью неподвижен, он в бессознательном состоянии, ну, понятно, при такой температуре он валяется, потом она проходит, остается только слабость. но при недоедании, при морозах тулеремия, конечно, убивает. Не хуже ножа. И вот тысячи итальянских трупов и немцев тоже, скошенных тулеремией, они производили очень сильное впечатление. После успешной реализации операции «Уран» Сталин потребовал разработать новый план для окружения всей немецкой группировки, находившейся в районе Ростова-на-Дону. В результате 16 декабря 1942 года началось новое наступление советской армии, в ходе которого в первые же дни была разгромлена 8-я итальянская армия. Тем не менее, дойти до Ростова-на-Дону РКК не удалось. И вот почему. Командование вермахта направило танки к Сталинграду на помощь погибающей армии Паулюса. Именно это обстоятельство заставило советское командование изменить свои планы. Создавалась группировка, которая пробивала коридор, в который шло снабжение, ну, и потом возможно было выводить через этот коридор войска. В чем суть этой задачи? Дело все в том, что когда окруженная группировка пытается выйти из котла самостоятельно, то есть идет на прорыв там, навстречу своим войскам, то она перестает существовать. Как, скажем так, реальная сила. Но что это значит? На языке военных стратегов это означает, что как только армия снимается с позиции для выхода из окружения, то противник немедленно начинает наступление. Армия, прорываясь практически сразу теряет всю свою тяжелую технику, артиллерию и все остальное вооружение. Более того, при прорыве погибают раненые, больные и окруженная военная группировка начинает нести колоссальные потери. Пример этому позже можно было увидеть в том же самом Черкасском котле, когда немецкие войска смогли вырваться из котла, но они понесли большие потери и прорывавшаяся группировка, когда она прорвалась, она перестала существовать как реальная вооруженная сила. Ее пришлось на отдых, переформирование и так далее. То есть, если 6-я армия идет на прорыв, она теряет 50% личного состава. Операция Винтергевиттер. Можно ли было спасти армию Паулюса? Только в самом начале у немецких войск была возможность освободить армию Паулюса. Но после окружения это стало практически невозможно. Финал битвы. Сколько солдат потерял вермахт? Если примерно языком цифр говорить, то примерно 148 тысяч это было убитых в Сталинграде под Сталинградом фашистов. Принято считать, что если бы под Сталинградом 6-я армия Фридриха Паулюса и войска германских союзников смогли бы выйти из окружения, то исход битвы был бы совсем иным. И вот почему. Стратегический смысл контрудара группы армий Дон был в том, чтобы повторить весну 1942 года под Харькову, когда советское наступление отрезало часть немецких сил, но последующее контрнаступление вермахта привело к окружению и пленению наступавших советских войск. Декабрьская драма операции Винтер-Гевиттер повторяла сценарий всего лета 1942 года. Тогда все было точно так же. В целом советские силы на Сталинградском направлении были велики, но неверно определяя направление главного удара противника, командующие фронтами сосредотачивали их не так. От этого вроде бы объективно более слабые немцы на направлении своего удара оказывались сильнее. Только в самом начале у немецких войск была возможность освободить армию Паулюса, но после окружения это стало практически невозможно из-за отсутствия резервов и сил. Как свидетельствуют архивные документы, танковым соединениям вермахта удалось нанести довольно сильный удар по советским войскам. Но на дальнейший прорыв окружения уже не было сил. И российские, и немецкие историки признают, что по большому счету прорыв танковых линиев фон Манштейна был большой авантюрой Гитлера. Мало кто знает, что и сам генерал-фильмаршал постоянно указывал Гитлеру на весьма вероятный провал этой операции. В ответ на замечание Рейхсканцлер сказал буквально следующее, что фон Манштейн, конечно, выдающийся полководец, особенно, когда у него есть свежие элитные дивизии. 20 декабря 1942 года немецкие войска вышли к реке Мышковка. До окруженной 6-й армии Паулюса на разных участках фронта оставалось расстояние от 35 до 40 километров. Однако большие потери до 60 процентов в мотопехоте и 230 танков значительно подорвали наступательный потенциал. Боевая ситуация требовала немедленно начать прорыв армии Паулюса навстречу 4-й танковой армии, поскольку возможностей пробить коридор своими силами у Вермахта уже не было. Прорыв 6-й армии должен был начаться кодовым сигналом удар грома, но Эрих фон Манштейн не решился задействовать план Донна Шлага из-за того, что не был абсолютно уверен в том, что командующий 6-й армией Фридрих Паулюс его выпал. И поэтому он боялся принимать важные и необходимые решения, тем более, если они шли вразрез с мнением Гитлера. Другие военачальники, например, фон Манштейн или Клейст, не соглашались с Гитлером по ряду военных вопросов. Например, отвод войск с Кавказа, чтобы спасти хотя бы Южный фронт. А Паулюс не был в состоянии принимать решения самостоятельно. Он всегда боялся. Он ждал какие-то намеки или прямые приказы от Гитлера. Но и это еще не все. По приказу Гитлера Паулюс должен был удерживать крепость Сталинград, а прорыв окружения означал покидание города. Более того, командование 6-й армии требовало для подготовки прорыва 6 дней, поскольку оставшегося горючего хватило бы на преодоление только 30 километров. Попытки были прорываться и какие-то группы прорывались все-таки из окружения. Но главное, ведь прорываться можно с легким вооружением. Особо крупные, так сказать, артиллерийские установки в прорыв с собой не потянешь. Можно, скажем, с помощью артиллерийского огня создать коридор для прорыва, но чтобы вырваться из этого котла, это, в общем-то, проблематично. Поэтому, да, какие-то группировки, группы уходили, там, батальоны, полки. Мало кто знает, что с 11 по 20 декабря 1942 года в ходе основных боев операции «Винтер-Гевиттер» Сталинградский фронт потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести почти 13 тысяч человек. 40% из них утратил один только четвертый механизированный корпус, где погибли 994 бойца, более тысячи пропали без вести и почти 3,5 тысячи были ранены. Именно их умения и героизм сыграли главную роль в компенсации просчета командования Сталинградского фронта. К 23 декабря 1942 года изрядно потрепанный в боях танковый корпус вермахта уже не мог продвигаться вперед. И только тогда стало очевидно, что ни танки фон Манштейна, ни танки Гота до войск Фридриха Паулюса не доберутся. Почему Манштейн всегда и настаивал, что вот если бы Паулюс нанес удар ему навстречу, то группировка была бы деблокирована. Здесь как раз возникает вопрос. То есть вот скорее всего Паулюс нанеся удар навстречу Манштейна, эти войска бы встретились. Но вопрос осталось бы к этому времени армия Паулюса, если бы она снялась с позиции и советские войска немедленно перешли бы наступление. А советские войска немедленно перешли бы наступление. И фатальное для вермахта наступление советских войск под Сталинградом началось. 10 января 1943 года та самая дата, когда решительная операция по уничтожению немецких войск, попавших в окружение, вступила в свою начальную фазу. По мнению историков, одним из важнейших событий этих дней стал захват единственного немецкого аэродрома, который на тот момент еще мог принимать самолеты с провизией, боеприпасами и медикаментами. только после этого стало очевидно всем, что армия генерала Паулюса не имеет даже теоретических шансов на выход из окружения. Вот тут-то как раз и сыграла большую роль разведка, потому что было ясно, где находятся какие части под Сталинградом фашистские, какое настроение, а настроение было, в общем, довольно тяжелое у немецких солдат и офицеров, достаточно то, что если проанализировать письма, которые они писали домой в Германию. Немецкая контрразведка тоже тщательно знакомилась с посланиями немецких солдат. Многие письма уничтожались и не доходили до адресатов в Германию. Советская войсковая разведка это прекрасно знала и часто перехватывала письма в Фатерлянд. И, естественно, эти письма пошли в центр, там уже аналитическая группа обрабатывала их и уже понимали, в каком состоянии немецкие солдаты и офицеры. Помимо этого, то, что вот из этих писем нам становилось известно, понятно, что работало, во-первых, это прежде всего местные жители информаторы были на оккупированной уже немцами зону. И, естественно, наша разведка в общем собирала сведения. уже к концу первой половины января 1943 года стало абсолютно очевидно для всех, что Сталинградскую битву выиграл Советский Союз. И 13 января 1943 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер подписал секретный приказ о широком использовании мужчин и женщин в целях обороны рейха, по которому все немцы в возрасте от 16 до 65 лет и немки от 17 до 50 лет должны были встать в ряды вермахта или к станкам оборонных предприятий. Результаты тотальной мобилизации оказались скромнее, чем ожидалось и требовалось. За первую половину 1943 года лишь около миллиона человек были призваны в армию и войска СС. Но даже несмотря на эти ухищрения для ведения дальнейших боевых действий на два фронта нацистской Германии не хватало 750 тысяч человек. Были личные мотивы Геббельса. Он как бы соревновался с Гиммлером и Шпеером, чтобы обеспечить свои позиции в руководстве Национал-социалистической партии. И, конечно, после поражения в Сталинграде было очень важно повысить настрой немецкого населения и, конечно, немецких войск. 24 января 1943 года командующий 6-й армии Фридрих Паулюц отправил телеграмму в немецкий штаб. Вот выдержка из ее текста. Войска без боеприпасов и без продуктов. Более нет возможности эффективно управлять войсками. 18 тысяч раненых без какой-либо медицинской помощи, без бинтов, без лекарств. Катастрофа неизбежна. Армия просит разрешения немедленно сдаться, чтобы спасти оставшихся в живых. Ответ Гитлера был таков. Сдаваться в плен запрещают. 6-я армия будет удерживать свои позиции до последнего человека и последнего патрона и своей героической стойкостью внесет незабываемый вклад в стабилизацию обороны и спасения западного мира. 30 января 1943 года Фридрих Паулюс снова радировал Гитлера. Окончательное поражение невозможно оттянуть более, чем на 24 часа. На что последовал весьма оригинальный ответ Гитлера. Паулюсу и еще 117-ти высшим офицерам вермахта были присвоены внеочередные звания. Присваивая командующему 6-й армии звание генерал фельдмаршала, Гитлер сказал начальнику оперативного управления Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии Альфреду Йоттку. В военной истории не зафиксировано ни одного случая пленения немецкого фельдмаршала. Таким образом Паулюсу был сделан недвусмысленный намер. Плен живым не сдаваться. Но Паулюс и не собирался пускать себе пулей. Уже на следующий день он послал своих представителей в штаб Донского фронта, чтобы оговорить условия сдачи в плен. Вместе с ним в плен попали 91 тысяча солдат и офицеров вермахта. А на поле боя победители подобрали и захоронили более 140 тысяч трупов военнослужащих вермахтов. Если примерно языком цифр говорить, то примерно 148 тысяч это было убитых в Сталинграде, под Сталинградом фашистов. Но 148 тысяч это мы не считаем тех немцев, которых захоронили сами немцы, вывезли там и так далее. Значит 92 тысячи это было пленных взято. Из них 24 генерала. Верховное командование вермахта 3 февраля 1943 года опубликовало специальное коммуникет. Сталинградское сражение завершилось. Верные своей клятве сражаться до последнего вздоха, войска 6-й армии под образцовым командованием фендмаршала Паулюса были побеждены превосходящими силами противника и неблагоприятными для наших войск обстоятельствами. Мало кто знает, что рейхсканцлер Германии Адон Битл объявил четырехдневный национальный траук. Более того, в Германии прошли символические похороны командующего 6-й армии и его солдат. Фюрер лично принял в них участие и возложил на пустой гроб фельдмаршальский Шезер с бриллиантом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова